Сегодня в городском суде города Армянска состоялось шестое судебное заседание по существу по делу в отношении Мустафы Джимилева. В ходе судебного заседания обвинение продолжило представлять свои доказательства и был допрошен свидетель обвинения. Свидетель показал, что он увидел много соотечественников, крымских татар, которые направлялись за город Армянск в сторону Херсонской области. От людей он узнал, что в этот день должен приехать Мустафа Джимилев и люди собираются его встретить. Он также видел и других людей в военной форме, вооруженных автоматическим оружием и рядом с которыми была военная техника. Через некоторое время он увидел Мустафу Джимилева. Мустафа Джимилев общался с людьми. Люди видели себя достаточно мирно, никаких активных действий не предпринимали. Свидетель пояснил, что когда люди собрались возвращаться обратно в сторону города Армянск, военные перегородили дорогу и не пускали какое-то время людей, но потом все-таки их пропустили. Свидетель не смог пояснить, где именно находится граница Российской Федерации. Также он, отвечая на вопрос защиты, четко сказал, что не видел никаких знаков, которые бы указывали на наличие в той местности государственной границы. Мустафа Джимилев не предпринимал попыток вместе с людьми проходить мимо военных в сторону города Армянск. Все время находился примерно в одном месте. Свидетель пояснил, что на обратном пути, после того, как люди поехали в сторону города Армянск, вдоль дороги стояли какие-то молодые люди, вооруженные палками, арматурами, и они осуществляли агрессивные действия по отношению к людям, которые проезжали в сторону города Армянск. В отношении свидетеля также были предприняты агрессивные действия. Эти молодые люди начали бить палками и арматурами по его автомобилю, нанесли ему ущерб. Кроме того, там же, в поле, было как минимум два человека, вооруженные автоматами, которые направляли эти автоматы на дорогу и на людей, которые возвращались. Субтитры создавал DimaTorzok